Фикционер из Казахстана Берлин Иришев недавно представил на суд зрителей свое новое приобретение. В одном из антикварных салонов Парижа он нашел портрет музы Кристиана Диора. Автор полотна Леон, значит, Леон Зейтлин, он постимпрестианист. До недавнего времени он не очень был популярным, хотя написал очень много картин, связанных с Парижем. «Любовь моя Париж» на эту тему, его известность сейчас значительно возросла. Но не это сыграло важную роль в решении приобрести картину. На портрете изображена знаменитая модель Алла Ильчун. Ее отца звали Жуанхал, он был сыном Бая. Она наполовину казашка, отец казах из Алматы, мать русская, из Харбина, которые потом переехали в Париж. История жизни Ильчун похожа на фильм. В 1946 году она работала посудомойкой в Париже и даже не мечтала о карьере модели. Но один день изменил ее жизнь навсегда. Великий Кутюрье заметил красавицу с благородной внешностью. Ее подруга попросила заменить ее на примерках. И там Кристиан Диора обратил внимание на величественную красавицу, которая имела невероятный размер талии, как 47 сантиметров. Это примерно мышцы Шварценегера на одной руке. И таким образом она стала работать на эту компанию, стала музой Кристиана Диора. Отелье Диора только набирало популярность, когда он пригласил на работу юную красавицу. Аллу Ильчун Кристиан называл своей музой и считал, что именно она приносит ему удачу. Модельер души не чаял в Алле и стал для нее вторым отцом. Как результат, на протяжении 20 лет модель украшала подиумы лучших показов Франции. Это редкий случай в истории модельного бизнеса, когда 20 лет работает одна и та же модель. Это, как правило, 34 года модели меняются. Даже после смерти Диора она продолжала работать на их сентуране. Любимая модель великого кутюрье до сих пор является эталоном стиля. Ее имя вписано в историю моды 20 века. Красавица с казахскими корнями диктовала французским звездам эстрады и кино, в каких нарядах им нужно выходить в свет. Часто платье, в котором Алла дефилировала на вечернем показе, уже утром отправлялась к Марлен Дитрих или Эдит Пиаф. Речь идет о таком уникальном человеке, величественной, красивой даме, которая создала тоже моду. И у нее в то время появилось выражение «кошачий взгляд» и «стрелки». То есть многие девушки, которые носят от стрелки, это происходит от Аллы и Ильчуна. Единственным человеком, с которым Алла Ильчун согласилась встретиться на старости лет, стал российский историк моды Александр Васильев. Ему не было позволено фотографировать пожилую красавицу. Алла Ильчун хотела, чтобы ее запомнили другой, бессмертной иконой стиля со страниц журналов и плакатов. Из этого портрета, который теперь будет храниться в частной коллекции в Казахстане. Похоже, это конец 50-х, середину 50-х годов. Где-то она на приеме, и эта картина у художника в оригинале называется «В гардеробе». То есть она выходит из этого дворца. Эксперт Оливье Вальме определил, что речь идет о Пти-Пале, на Елисейх-Полях. Пти-Пале, то есть Малый дворец. Музой для творца может стать кто угодно. Начинающий художник Асель Кинжетаева даже...